Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я хочу обрадовать вас обзором на новую куклу Monster High из серии Garden Ghouls. В своем прошлом видео распаковка из Англии я уже открывала этих куколок. Я устраивала опрос, на кого в первую очередь снимать видео. И так как большая часть классов была за Тора Ли Страйп, то решила я сначала рассказать вам про Твайлу или Твиллу. Логика. Ну а перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Итак, герой сегодняшнего обзора — дочь Бугимена. Ее я буду называть Твайла, потому что это имя мне ближе по душе и намного привычнее, нежели Твилла. Коллекция Garden Ghouls посвящена некому событию в необычном саду. На русский язык серия переводится как «Садовые монстры». Коллекция очень уж масштабная и была представлена на выставке Toy Fair в США в начале 2017 года. Официальный монстр-хай-канал в мае заливал рекламный стоп-моушен. Но что интересно, единственный персонаж серии Garden Ghouls, задействованный в мульте, так это Триза Торнвиллу, которая демонстрирует нам свои уникальные суперспособности. Кстати, подобная садово-растительная коллекция уже появлялась в линейке кукол Монстр Хай, и раньше она называлась Gloom and Bloom. Однако здесь мы видим героинь ребут-версии. Теперь рассмотрим коробку с Твайлой. Формой она напоминает новые упаковки с куклами коллекции First Day at School. Основная часть коробки составляет пластик, благодаря которому можно рассмотреть куклу со всех сторон. С правого бока можно увидеть интересную деталь серии. Рельефная надпись «Монстр Хай» на коробке. Бокс в ярких, зеленых и оранжевых тонах. Распустившиеся цветочки, паучки и зелень не дают забыть об уходящем, к сожалению, лете. С правой стороны привычная нам надпись «Монстр Хай». Чуть ниже видим заросли. Так как у меня на руках европейская версия, то вместо названия коллекции Garden Ghouls нашему вниманию представляются просто цветочки. Возрастное ограничение куклы 6+. Левее производитель напоминает нам имя персонажа. Задняя часть коробки пугает бесконечными словами. Причем предложения это одинаковые, но на разных языках и даже на русском. В России название серии перевели как «Монстры в саду крылья». Как-то не звучит, согласитесь. Хотя, если бы добавили кавычки, то все встало бы на свои места и звучало бы как серия «Монстры в саду» с крыльями куклы. Чуть ниже еще раз можно ознакомиться с куклами, а также коллекцией. Новыми персонажами серии Garden Ghouls являются три яркие героини Пикси, напоминающие Винкс. А вместо плейсета компания Мотел решила выпустить огромную куколку в виде дерева. Зовут ее Триза Торнвиллу. И о ней мы уже говорили в одном из предыдущих обзоров. Ссылку я оставлю вам в описании. Ну а вдобавок выпустили симпотных минисов. Ну и наконец серия пополнилась тремя уже знакомыми нам монстряшками. Это Тора Ли Страйп, Клео Данилл и Твайла в виде бюджетных кукол. В данном случае куклы представлены перед нами в образе настоящих феечек. На коробке написано, что кукла не может летать самостоятельно. Эх, а так хотелось! Монстряшка сделана в Индонезии. Чуть ниже дана подсказка, что крылья съемные, так же как и ручки. Наверху коробки есть специальная подвесочка, с помощью которой куклы свободно висят на прилавках магазинов. Внутренняя часть бокса представляет собой зачарованный лес, который так и манит нас заглянуть в гости. Подставка и расческа в набор не входят, поэтому мне пришлось позаимствовать у других девчонок черную подставку. Видимо, Маттел решил удешевить стоимость товара и компенсировал этот нюанс такими вот масштабными крыльями. Это вторая кукла Твайла, ребут-версии после Electrified, поэтому Garden Ghouls сделана на новом типе тел и немножко поправилась. Хм, переела жуков походу. К счастью, кукла шарнирная, что является огромной радостью для фанатов Монстр Хай. Хорошо, конечно, но создается такое впечатление, будто кисти рук сейчас просто-напросто вылетят и окажется безрукая Твайла. Также на ручках видны облои, а в некоторых местах и вовсе пластик словно содран. А на правой ноге вообще хоть и маленькая, но настоящая впадина. Кстати, у Твайлы в ребуте новые кисти рук более похожи на руки человека. Все это говорит о качественном, но в то же время дешевом пластике, что весьма огорчает. Но не будем с вами о грустном, так как у куклы есть и плюсы. Ручки и ноги сгибаются очень твердо. Это сделано для того, чтобы куклы не ломались. Кукла Твайла сделана на маленьком теле, и это приятно, что этот персонаж после ребута не потерял свою изюминку. На макушке у Твайлы не очки, как у Клео Стороли в этой серии, а очень забавный фиолетовый ободок с крылатым жуком. Если смотреть на куклу снизу, то даже и не поймешь, что за прической прячется какое-либо насекомое. Такое ощущение создается из-за того, что вот эти усики очень уж похожи на листочки, а формой на бантик. Ободок держится на специальных крепежах из виниловых строп, благодаря специальным отверстиям в аксессуаре. Волосы Твайлы объемных и красивых цветов, тут преобладает мятный цвет. И на левой стороне красиво лежит прядка цвета фуксии с более светлыми волосками. Волосы заметно короче, нежели у Твайлы 13 желаний. Прошивка у Твайлы хорошая и никаких особенно просветов нет. Засветы! То есть достаточно такая большая копна волос. Единственное, что меня удивило, это такие обалденно синтетические волосы. Если сравнивать с старыми выпусками, то у них очень мягкие волосики. А тут прям очень колючие, нереально синтетические. Как будто бы я хожу по ковру босиком. Это совсем не то качество, которое было раньше. Но сами понимаете, парики бывают тоже разные. Одни из натуральных волос, а другие из синтетики. И вы можете даже убедиться в этом, посмотрев мой обзор на кукол из серии Great Scary Reef. Каладинбульф и Дракулауру. Там я как раз таки в белом парике. И вот структура этого парика очень похожа на волосы Твайлы. Как я и говорила ранее в обзоре, 15-летняя монстряшка Твайла с новой печатью глаз. Глаза монстряшки большие и бирюзового цвета. Макияж нежный и ненавязчивый. Очень подходящий к случаю вечеринки в саду. В ушках у Твайлы имитация под дырки для сережек. Но на самом деле это обманка. Под глазами у Твайлы вместо мешков фиолетовые узоры в виде точек. Креативненько. Нижний слой теней цвета радужки глаз. Верхний под тон помады. Брови куклы серого оттенка и хорошей формы. На губах у куклы мягкая матовая помада розового оттенка. И если супер внимательно присмотреться к ее нижней части губы, можно заметить небольшую смазанную полоску на середине. Благодаря розовому румянцу на щечках у Твайлы словно есть скулы, которые истранят ученицы школы монстров. Однако узоры с ног исчезли и они остались лишь на правой руке. Как бы напоминая нам, что тут не какая-либо девчонка, а сама дочь богимена. Других аксессуаров у куклы нет. Но зато есть милое платье с хорошей детализацией. Оно фиолетового цвета с принтом паутин и с дивными цветочными узорами. Аутфит украшен черными тесемками и сетчатой полупрозрачной юбочкой поверх подъюбника. Платье держится на бантике и липучке. На спине виден артикул куклы. Любимый цвет Твайлы – голубо-пурпурный, то есть сочетание голубого и пурпурного цветов. И после перезапуска бренда Monster High героиня не изменила этим оттенком. В данной серии монстры очутились в таинственном саду, где древесная нимфа осыпала их волшебной пыльцой. После чего у них выросли крылья. И, пожалуй, это самая интересная деталь куклы. На спине у Твайлы есть два отверстия, куда можно расположить как раз эти крылышки. Выглядит это вот таким вот образом. Крылья выполнены из твердого пластика с довольно резкими узорами и клопами внутри. С внешней стороны обычные пустые крылышки. Кстати, один крепеж меньше. И находятся они на разной высоте. Их можно раздвигать, а также вообще снять с куклы. Но сломать их будет крайне сложно. Для кукол Monster High это достаточно необычно. И теперь Твайла напоминает мне Винкс. Тем не менее, из-за преобладания черного цвета она все-таки выглядит достаточно монструозно. А вот на ножках у нее не туфельки, которые будут вечно слетать в процессе полета, а удобные нарядные ботильоны. Они цвета фуксии с клопами и завитками по всей поверхности ботиночек. Каблука нет, а обувь можно легко снять с помощью небольшого отверстия на пяточке. Серия Garden Ghouls напоминает теплые деньки и яркие моменты. А образ Твайлы вышел еще более сказочным за счет ее маленького роста и общей гаммы. Сама по себе Твайла очень стеснительная героиня Школы Монстров. Она проводит большую часть времени под кроватями, ожидая появления кошмаров. Так что ей тяжело заводить новых друзей. Видимо, на этой вечеринке ей удалось перебороть свой страх и найти отличную компанию на тусовке. Ставьте лайк под этим видео, если вы ждете обзор на Тора Ли Страйп из данной серии. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Напишите в комментарии, нравится ли вам Твайла и хотели бы вы приобрести эту монстряшку в своей коллекции кукол. Всех вас очень-очень люблю! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok